С глазу на глаз Наринмар готовится к приему гостей из Архангельска. Ожидается насыщенная программа, в том числе важные рабочие совещания. Уникальные находки. Коллекция Краевического музея пополнилась необычными экспонатами. Ответная реакция. В Красном приостановили строительство новой школы. Причина – халатность подрядчика. Это телеканал «Север». Пришло время подвести итоги дня. С вами Олег Атанзийский. Новости начинаются. Наринмар готовится принять делегацию Архангельской области. Самолет с гостями прилетает 5 августа. Делегацию во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Игорем Орловым ждет насыщенная программа. За два дня гости побывают в Тельвийске и в Красном. Посетят предприятия и организации, такие как мясокомбинат, асфальтовый завод и окружную больницу. В рамках визита Игорь Кошин и Игорь Орлов проведут рабочие совещания по вопросам взаимодействия между Ненинским округом и Архангельской областью. Первый в регионе бизнес-инкубатор скоро появится в Ненинском округе. На самом деле за этим сложным названием скрывается простой смысл. Бизнес-инкубатор – это организация, которая занимается поддержкой проектов молодых предпринимателей, при этом на всех этапах развития. Нужна ли субъекту такая организация и как вообще сегодня обстоят дела с бизнесом в нашем регионе, расскажет Александр Кузнецов. Это заместитель председателя комитета инвестиций и развития предпринимательства. Александр, здравствуйте, рад вас приветствовать. Добрый день. Друзья, вопрос первый. Знаю, что у нас есть в регионе уже создан фонд по развитию и привлечению инвестиций в Ненинском округе. Бизнес-инкубатор. Будут ли это схожие функции или все-таки задачи разные у двух организаций? Добрый день еще раз, Олег. Совершенно верно, информация у вас верная. Действительно, функции фонда несколько шире, чем функции бизнес-инкубатора, который поддерживает так называемые стартапы. То есть это бизнес с нуля до его коммерциализации и выхода после инкубатора уже в свободное плавание, можно так сказать. У фонда функции предусматривают собой, кроме поддержки начинающих предпринимателей, также их финансовую поддержку путем микрофинансирования и предоставления гарантий при получении кредитов в банковских структурах. Этим фонд займется несколько позже, но пока он оказывает конституционные услуги. При этом оказывают уже и вне Ненинмара, я так понимаю, что сотрудники сейчас находятся в турне по Ненинскому округу. Для чего они поехали? Первая задача, это, конечно, довести до предпринимателя на селе то, что появился такой объект инфраструктурной поддержки предпринимателя. И второе, это узнать о проблемах этих предпринимателей. А вообще часто ли обращаются с сельских населенных пунктов именно в фонд? Да, достаточно часто. Наверное, в процентном соотношении это где-то 50 на 50. При этом они также интересуются различными вопросами, связанными с предпринимательством. Да, в частности, в основном, это, конечно, меры поддержки. Ну что ж, еще знаю, что у нас в регионе завершается работа по внедрению так называемого стандарта. А что это такое, что вообще подразумевает собой? Стандарт по созданию благоприятной инвестиционной деятельности разработан агентством стратегических исследований совместно с Минэкономразвития Российской Федерации и предусматривает собой необходимые минимум мероприятий, которые позволят создать в регионе, в любом регионе Российской Федерации, благоприятный климат для привлечения инвестиций. И у нас уже 14 пунктов из 15 выполнены. Да, выполнены. Это говорит о том, что у нас, в принципе, уже благоприятное... Благоприятное будет, когда будет выполнено все 15. Все 15. Но это будет сделано. Конечно. Обязательно. Да, к концу 15-го года. Хорошо. Что касается грантов, я знаю, что до сих пор проходят конкурсы, есть время еще молодых людей заявиться. Я бы не говорил молодых, я бы говорил начинающих предпринимателей. Да, совершенно верно. До 22-го числа Департамент финансов, экономики и имущества принимает заявки от начинающих предпринимателей на получение грантов, а также заявления на возмещение затрат, связанных с предпринимательской деятельностью, в частности, компенсация расходов по уплате лизингового платежа. Ну, есть возможность как раз-таки рассказать, куда нужно обращаться, чтобы подать заявку. По всем вопросам можно обращаться непосредственно в фонд поддержки предпринимательства, либо в комитет инвестиций и развития предпринимательства. Становного округа. Спасибо. Телефоны на сайте. Спасибо, Александр, за беседу. Пожалуйста. Я напомню, у меня в гостях был Александр Кузнецов, это заместитель председателя комитета инвестиций и развития предпринимательства. Теперь к другим темам. 2017 год в России пройдет под эгидой особо охраняемых природных территорий. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, создание моркомитета по подготовке и проведению года особо охраняемых природных территорий займется правительство страны. В Ненецком округе под указ президента попадает только заповедник Ненецкий. Его общая площадь составляет чуть больше 313 тысяч гектаров. Из них почти 182 тысячи приходится на морскую акваторию. Территория заповедника поделена на 4 участка – дельта реки Печоры, Захарьин берег, Болванский и Островной. На некоторых из них сохранились нетронутые первичные ягельные тундры, как яркий образец оленьих пастбищ. Одним из своеобразных природных комплексов заповедника являются арктические пятнистые тундры, расположенные на высоких каменистых морских террасах заповедных арктических островов Долгий, Голец и Матвеев. Украшения древних шаманов и раковины улиток Мезозойской эры пополнили коллекцию Кровического музея. В Наринмар вернулись две научные экспедиции – этнографическая и комплексная. Археологи, ботаники и этнографы почти месяц работали в Большеземельской тундре. Сегодня эту территорию Ненецкого округа без преувеличения можно назвать научным клондайком. Подробности прямо сейчас. Александр Мурыгин делает полевой видеоотчет прямо с места раскопок. Научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми-научного центра изучает культуру и происхождение средневекового финно-угорского населения Европейского Северо-Востока. Географический – это район Большеземельской тундры и часть республики Коми. В составе экспедиции Краеведческого музея ученый второй раз выезжает к жертвенному месту, куда приходили общаться с потусторонним миром предшественники ненцев. Их изучение позволяет лучше понять, как культура населения нашего региона, первого тысячелетия нашей эры, начала второго тысячелетия. То есть это донецкое население, которое иногда называют Сехирти или Печора его называют. Ученые уже делают предположения о культуре ранних жителей Ненецкого округа. Так, наличие орнамента на керамике свидетельствует о контактах с дауральскими народами. Стеклянные бусы говорят о торговых отношениях с Причерноморием. Как и все первобытные народы, Сехирти были приверженцами анемизма. Верили, что все в природе одушевлено. Подтверждением этой гипотезы служит металлическое украшение в виде шамана с птицей на голове. Не менее ценные артефакты привезли из комплексной экспедиции. Группа ученых три недели сплавлялась на байдарках по реке Адзьва. За это время удалось пополнить музейный гербарий, понаблюдать за птицами, собрать палеонтологические и геологические материалы. Вот очень интересный экспонат, который нам был обнаружен. И мы его привезли, несмотря на большую тяжесть, весит он порядка 15 килограмм. Это каменелое дерево, которое, скорее всего, было принесено ледником в наш округ с более северных регионов. Там же на Адзве были найдены раковины вымерших головоногих моллюсков и базальт. Его наличие свидетельствует о деятельности вулканов. Находки будут отправлены на экспертизу, чтобы установить точные даты происхождения. Затем их поместят на витрины. Но уже сегодня, можно сказать, найденные предметы еще на один шаг приблизили ученых к разгадке человеческой цивилизации. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Далее важная новость для родителей учеников. От звонка до звонка в ближайшие годы в школах региона понятие «авторая смена» может уйти в прошлое. Похищение века. Грабители облюбовали огороды горожан. Ненинский округ согласовал проект федеральной программы по переходу школ на обучение в одну смену в течение двух ближайших лет, сообщает региональный департамент образования, культуры и спорта. В предстоящем же учебном году получать образование в две смены продолжат ученики вторых и четвертых классов. Всего 619 детей. Данный проект, напомню, в федеральной, чтобы в школах стали страны ликвидировать вторую смену, предлагается построить 14 тысяч новых образовательных учреждений. В этом случае учитываются и демографические прогнозы роста числа школьников на 3,5 миллиона человек. По проекту федеральной программы Минобранауки планируют запустить пока первый этап, который заключается в ликвидации третьей смены. Этот этап Ненинского округа не коснется, поскольку окружные дети учатся только в две смены. Через два года необходимо отказаться и от второй смены. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Для перехода на обучение в одну смену на условиях совместного финансирования из федерального и региональных бюджетов министерство планирует возводить малокомплектные типовые школы по всей России. Сейчас здесь смены учатся в первой, третьей и четвертой городских школах в поселке Красное, селах Несь и Нижняя Пёша. Проблему дефицита учебных площадей в регионе предлагают решить путем строительства новых объектов. Так в настоящее время строятся образовательные учреждения в Индиге, Нижней Пёше, Тельвиске и Красном. В будущем планируется построить новые школы в Наринмаре и поселке Искателей. А вот что касается школы в Красном, то сегодня стало известно, что ее строительство приостановлено. Это потребовали администрация Заполярного района, региональный департамент ЖКХ и заказчик объекта МКУ «Северное». Напомню, несколько недель назад мы показали репортаж о халатном возведении школы. После выхода материала в эфир о проблеме узнал весь округ. Тогда гос.ружилнадзор провел очередную проверку строящегося объекта. В итоге выяснились любопытные детали. Цитирую. Подрядчик ООО «Леро» самостоятельно отступил от утвержденной проектной документации при возведении опорного узла кровли в актовом зале, изменив конструктивную схему. Конец цитаты. Таким образом, специалисты строительной инспекции потребовали прекратить работы и провести повторную госэкспертизу проекта с учетом внесенных изменений. В настоящее время компания «Подрядчик» разрабатывает проектные решения, которые должны быть готовы к 10 августа. Документ будет направлен в гос.ружилнадзор на проведение госэкспертизы, а в отношении представителей МКУ «Северная», которая осуществляет строительный надзор, на объекте проводится служебная проверка. Показовности остальных сельских школ к новому учебному году смотрите в наших следующих выпусках новостей. Теперь важная новость для жителей региона. Северная транспортная компания до 9 августа ввела временное расписание на пассажирские теплоходы. Причина – выход из строя быстроходных катеров ЗР-1 и ЗР-2. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заполярного района. По некоторым данным, на одном из катеров, не выдержав интенсивной нагрузки, сломался двигатель. Детали уже в пути. Что произошло со вторым, пока неизвестно. В «Северной» транспортной компании заявили, маломерные суда будут готовы уже к 10 августа. Сейчас же перевозить пассажиров продолжают теплоходы ИСАВЭ, Пустозерский и Юрий Рассихин. Временное расписание уже составлено. Ознакомиться с ним вы можете на официальном сайте администрации Ненинского округа. Адрес вы сейчас видите на своих экранах. 6 лет лишения свободы получил 17-летний житель округа за сбыт и хранение наркотических средств в крупном размере. Речь идет о курительных смесях, так называемых «спайсах», которые хранил и сбывал подросток 98-го года рождения. Проведенными оперативно-ростными мероприятиями в 2014 году, в октябре месяце, был задержан ряд подростков, среди которых был один несовершеннолетний, который сбывал на территории города Нелинмара наркотические вещества, а также их хранил. Он был задержан в автомашине в районе улицы авиаторов, где было изъято наркотическое вещество. И в ходе исследования оно показало, что оно является наркотическим веществом. Было возбуждено уголовное дело. 5 июня этого года Нелинмарский городской суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении преступления и, напомню, приговорил его к 6 годам лишения свободы. Лет – это вообще время сезонных преступлений. Кроме моторных лодок и велосипедов, у жителей округа крадут картошку. 31 июля в дежурную часть обратилась жительница поселка Искатели. По словам женщины, с ее участка в районе огороднического кооператива по улице Тиманской неизвестные похитили 30 кустов картофеля. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти злоумышленников. В целях профилактики и пресечения подобных преступлений стражи порядка ежедневно осуществляют патрулирование огородных участков. Также полицейские советуют владельцам огородов чаще проверять свои участки на предмет сохранности урожая и при любых подозрениях о краже вызывать полицию. Ну а скоро уже и заборы начнут уносить. Ну да ладно. Тем временем на Ненецкую землю приехали необычные гости. Подробности через несколько секунд. Десять дней в полевых условиях. Впервые в истории Наринмар принимает скаутов из Норвегии. У туристического центра пройдет большой джамбари. Так на языке скаутов называются международные встречи. Впервые в истории Наринмар принимает тех, кому посиделки у костра милее комфорта городских квартир. Валентина Чибичек подробнее. Они говорят на разных языках, но это не мешает им понять друг друга. Они настолько близки душами, что даже язык не препятствует их общению. Хотя для скаута любая трудность на руку. Десять дней в полевых условиях станут еще одним подтверждением их почетного статуса. В этом году впервые вот такой международный слет. Наших скаутов 50. 50 гостей приехало из Норвегии. Мы продумали 10-дневную программу, которая будет состоять из так называемой скаутской школы. Это альпинизм, первая медицинская помощь. Это умение готовить, это умение спасать себя и спасать других. Именно за знаниями в условиях ненецкой природы приехала в Норьенмар семья Ова. Скауты в трех поколениях. Все началось с отца семейства, который вступил в международную организацию в 11 лет. Затем вовлек туда жену, дочь и внука. В поисках общения, открытий и закалки семейство побывало в Исландии, Индии, Шри-Ланке, Германии, Дании. Мы много времени проводим вне дома. Мы любим отдыхать на природе, путешествовать. Также это возможность побыть вместе с семьей. Вот привлекаем к этому своего внука. Кнут держит марку скаутской семьи. Любит рубить дрова, разводить костер и заводить новых друзей. За три дня слета успел познакомиться с местными ребятами и русским языком. Один, два, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, десять, десять. Любая международная встреча – возможность больше узнать о другой стране. Открытием для норвежских ребят стало рисование песком. В туристическом центре для них провели мастер-класс. В свою очередь гости научили всех игре, которую они позаимствовали у скаутов Шри-Ланки. Игры непременно чередуют с занятиями. Физическую закалку скауты ценят не меньше дружбы. У скаутов есть такая привычка – превращать любую трудность в игру. Юмор спасает даже от комаров. Мы считаем комариные укусы. Тот, у кого их будет больше всего, выиграет и получает подарок. Тот, у кого наименьшее количество, тоже получит приз. У моей сестры Дины уже 158 укусов. Причем это только руки и лицо. У меня всего шесть на всем теле. Наверное, комары меня не очень любят. В конце слета норвежские гости два дня будут жить в семьях Норенмарцев. По словам организаторов, семейный круг укрепит дружбу народов и даст росток новым знакомствам. Большой Джамбари завершит свою работу 10 августа. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Перекочевал на Чукотку ненецкий бубен. Там он продолжает циркумпулярную эстафету. Напомню, начало ей было положено в августе прошлого года в Норенмаре во время встречи представителей стран-членов Арктического совета. Цель необычной акции по передаче ненецкого бубна – подчеркнуть уникальность северных территорий и объединить народы, живущие в Арктике. В столице ненецкого округа Бубин передали Ямалу, после он успел побывать в Коме, Якутии и в Красноярском крае. Сегодня символ мира и дружбы арктических регионов России и зарубежных стран находится на Чукотке. По замыслу организаторов, он должен обогнуть земной шар и вернуться в Норенмар. В каждом регионе наносятся рисунки, изображения, характерные для каждого региона. Такова картина дня. Это были новости на севере. Также вы можете найти их на нашем сайте и, конечно же, в социальных сетях. Ну а далее, по традиции, прогноз погоды на предстоящие сутки. Продолжение следует...